Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, сетерители и слушатели. После двух недельного перерыва выходит передача экономика на пальцах. Прямую эфир 322 передача по счету. Студия Ольга Лойко, экономический образователь портала Тутбай. Ну и тем на самом деле за две недели набежало много, но как бы основная заголовочная конечно же это очередное совещание 20 числа состоявшееся у президента, которое было посвящено рассмотрению проекта нового указа в очередной раз посвященного оздоровлению устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий. Вот это уже как бы становится как старый советский анекдот, значит появляется диктор на экране, говорит, вы конечно помнишь, когда была эпоха быстро растворимых вождей, вы конечно будете смеяться, но у нас опять кто-то умер. Вот примерно то же самое, вы конечно будете смеяться, но у нас опять готовится указ по реструктуризации устойчиво неплатежеспособных предприятий. Причем тут как бы важно даже не сколько само это совещание, о чем там говорилось, какие основные стали известны положения будущего этого нового документа, что меняется, сколько важен вообще контекст всего этого происходящего дела. Потому что на самом деле подготовка его велась долго, по сути более чем полгода. Примерно где-то мы делали большую передачу, посвященную трем сразу указам, которые были летом 2016 года, которые были посвящены как раз в это оздоровление именно тех самых устойчиво неплатежеспособных предприятий. Там три было сразу указа, и как раз один из которых так и назывался про финансовое оздоровление. Еще один был там об изменении предыдущих, он был связан с господдержкой и другими делами. И другой как раз вводил институт вот этого агентства по управлению активами, когда была последствия, осуществила вот эта ставшая, как хочется сказать, ставшая последствия знаменитой, да, фраза, как Остап говорил, последствия знаменитая схема финансового инжиниринга, как любит говорить Кирилл Валентинович, выпуска местными органами власти, райс и обусполкомами государственных облигаций и замещения ими на балансе коммерческих банков, плохих долгов, значит, социальных предприятий, хорошим долгом государственным, по номиналу, правда. Вот, значит, что впоследствии было многократно критикуемо, но, как мы понимаем, история с, мы же знаем, что механизм, позволяющий дисконтировать, он еще не был к тому времени. Ну, если он появился только недавно совсем. Да, и по большому счету появился, то он во многом как реакция вот на тот случай, когда все поняли, что такая практика, она на самом деле, конечно, абсурдна. Вот, и примерно где-то к осени, поздней осени прошлого года начали происходить какие-то, значит, движения в виде совещаний на уровне сначала Сармина, потом было доклад у президента как раз о реализации, значит, вот этих норм указа о финансовом оздоровлении из хозяйственных организаций. Вот, относительно того, что же нужно делать, и тогда было дано поручение подготовить проект нового указа, чтобы каким-то образом, значит, внести эти самые поправки. И вот его, в общем, как бы типа подготовили. Но, правда, пока еще не подписали. То есть там, я так понял, возникли еще снова замечания на уровне, по большому счету, тех, кто, как мне кажется, по моему неинформированному и не заслуживающему никакого доверия мнению, именно тех, кто во многом и инициировал, и лоббировал идею изменений этих существующих документов, а именно как раз-таки местные органы власти. Потому что главной мыслью, которая там проходит, значит, в проекте нового документа, это то, что как раз-таки местным органам власти там еще дополнительно предоставляется инструментарий о том, чтобы, значит, в несудебном порядке инициировать вот эти процессы санации, реструктуризации и так далее. Но вообще, кстати говоря, президент, между прочим, точно так же заявил, как и мы сейчас говорим о том, что мы уже столько принимаем решений по оздоровлению, что, казалось бы, все они должны были быть уже прибыльными. Слушай, ну скажи, нас же устойчивые, неплатежеспособные. Ну да, то есть как бы из серии пациент скорее мертв, чем жив, но мы по-прежнему придумываем какие-то методы, как это, искусственное дыхание, реанимацию и так далее. Казалось бы, они все должны быть прибыльными, но чего-то не хватало. И вот еще один нормативный акт, значит, снизилось ли количество неплатежеспособных субъектов после принятия мер ранее и так далее, и так далее. Ну и далее, значит, как раз именно как губернаторы на местах видят это все. Ну и я так понял, что именно с точки зрения губернаторов это главным образом эти возражения или поправки и пошли. И, конечно же, совсем не главной идеей является, то есть она техническая на самом деле, и мы, в общем, даже в какой-то степени не понимаем, почему возникла эта мысль в несудебном порядке инициировать эти вещи. Ну, потому что в судебном порядке же нужно как-то, в общем, учитывать интересы кредиторов, которые вовсе не губернаторы, не председатели исполкомов. То есть, ну, как-то они же могут быть, например, не очень согласны с тем, что вводится там защитный период, что их там будут заставлять. А давайте вы в добровольном порядке что-нибудь спишите, там еще что-то. Ну, они не все могут быть к этому сразу готовы. А так, значит, вот зачем спрашивать их, когда мы можем их, в общем, к этому принудить. Мы же понимаем прекрасно, что сутью всех вот трех, и, наверное, уже даже будущих четырех, с будущим четырех указов будет скорее не принуждение всех хозяйственных предприятий к реструктуризации, сколько принуждение к тем, кому они должны, для того, чтобы к реструктуризации этих предприятий. Вот, на самом деле, каков... Слушай, указ нужен гораздо проще. Рекомендовать кредиторам, забыть о выданных ими ранее. Так, а он же, по сути, так и... Так, вот сколько это идет. Но ты же понимаешь, что так же нельзя сделать, да? Вот, например, вот такой вот толщины, да, это указ 253-й оригинальный. Вот там, на самом деле, в большинстве случаев этот смысл как бы, ну, и находится. Ну, они же не могут, так сказать, напрямую. Поэтому там, как сказать, ну, густо это все, значит, выход на бомбинтане хорошо замаскирован, понимаешь? Нет, там есть много довольно других еще полезных вещей, там, в частности, масса механизмов. То бишь, все-таки там есть... Поначалу там была такая идея о том, что... Нет, ну, мы же не можем сразу прийти к кредитору и сказать, а давай ты начнешь, как бы, там... Мы тебе все долги, тебе прощаем, да? Или трансформируем в акции. Ну, например, которая тебе, как бы... Лучше уж прощайте. По поводу акций мы сейчас об этом поговорим, но есть совершенно потрясающее по сельской газете 24-го числа, то бишь, позавчера опубликованное интервью Леонида Зайца, министра сельского хозяйства и продовольствия, с великолепным заголовком. Ну, мы же знаем, что заголовки же придумывают не интервьюируемые, а интервьюирующие, да? Поэтому это, как бы... Ну, а поскольку у нас все СМИ, они же сейчас в холдинге и на домене СССР, да? То мы понимаем, что... Поэтому стилистика... Да. Вот. Я просто заголовок прочту, мы потом, может быть, к тексту обратимся, но я думаю, что достаточно будет в настоящий момент только текста. Для кредитора акций лучше, чем ничего. Ну, то есть, вот, как бы... Иначе вам... Ну, или ничего, или акции. То есть, ну, вот примерно, как бы, вот открытым текстом все, значит, как бы все сказано, да? Нет, я... Опять же, я сейчас... Сейчас мы перейдем, собственно, к проекту нового указа. Я пока еще раз говорю, я пытаюсь всю эту проблему поставить в контекст. Вот. Ну, во-первых, она такая обширная, что там действительно очень страшно к ней подобраться. У нас же по статистике 60% всех хозяйственных организаций убыточные. Не менее, по-моему, 60%. И большая часть вполне себе устойчива. Ну, да. То есть, там... А устойчиво у нас это подразумевается, что в течение трех лет они, как бы, являются неподвиженспособными. То есть, ну, что с ними не делают, а они, в общем, как бы, признаков жизни особо не подают. Вот. Но там все-таки, согласись, что поначалу было, была какая-то... Ну, просто не очень хочется себя цитировать, но у нас была большая передача посвященная. Ну, два года уже мало кто помнит. Это я-то помню, потому что у меня все ходы записаны, да. Я там... Как это все материалы, которые есть, у меня хранятся в файликах. И эти, что же называется, lecture notes, да. То есть, какие мысли нужно на эту тему высказать. Вот. Там все-таки была какая-то, ну, еще довольно гуманитарная, гуманистическая составляющая. То есть, мы не сразу вас будем принуждать к реструктуризации. Опять же, кого? Разумеется, не с хозяйственной предприятия. Вот. А там поначалу, ну, мы же тоже, как бы, со своей стороны, мы же честные, мы же тоже, как бы, не можем только в одностороннем порядке предложить вам подвинуться. Мы там начинаем все сначала с государственной поддержки. Государственная поддержка, там подразумевается, что рассрочка и по задолженности в виде штрафов, пеней, и просрочки за ФСЗН, и в бюджетные суды займы, и налоги, и, значит, пошлины, и там, и так далее. Это все, что с точки зрения МНС. И задолженности за, ну, коммуналку электричества, природный газ, тепловая электроэнергия, все вот это. Вот. Вот, кстати, я вот думаю, может быть, найти, где же это было, о том, что как раз-таки эта часть почему-то, почему-то не сработала. Попытаюсь найти, где же это было. Собственно, вот эта часть, господи, где же это было в одном из совещаний. Мотивирующий механизм. Да, что ж такое. Ну, это все-таки было. Сейчас, сейчас, сейчас. Уж извините, тут что-то потерялось. Ладно, я по памяти. Но смысл был такой, что все эти льготы, они предоставлялись только при случае, значит, при одном условии. Каждым из них. Там каждый раз идет, значит, вот перечислены эти четыре рассрочки погашения этих задолженностей, которые существуют именно в сторону государственных либо фондов, либо бюджета, либо, значит, вот этих самых поставщиков коммунальных услуг. Вот. Но везде стоит под этим обязательное условие, значит, при условии уплаты текущих платежей. Ну, то есть, вот как бы и везде, везде, везде это идет. Ну, тут-то как раз-таки нюанс-то их был. В том, что, в общем-то, оказалось, что, поскольку некоторые предприятия настолько устойчивы, неподвижеспособны, что они, в общем, даже и текущие платежи не могут осуществлять. Так что, вот как-то получилось так, что из господдержки как-то неловко вышло. Вот. Не могут они на это претендовать и так далее. Вот. Но вообще, еще тогда, два года назад, была мысль о том, что вообще такое ощущение, что целью вот этого пакета документов является нисколько процедура, как можно быстрее попытаться все-таки этим предприятиям помочь, сколько такая, значит, она такая обоведоострая была, с одной стороны. Во-первых, затянуть как можно на дольше период окончательного решения из хозяйственного вопроса. Вот. А в течение всего этого времени постараться увеличить контроль местных органов власти за этими предприятиями. Вот. Мне рассказывали, опять же, это, что называется, снова из источников не заслуживающих никакого доверия, что вот именно эту схему с обменом долгами, с обменом облигаций на плохие долги, вот, которыми в итоге теперь владеют местные органы власти, они как раз именно сами были, в общем, лоббировали и были рады именно этой схеме и как бы неважно, что для бюджета это означает, в общем, нет-то чистые потери, конечно же, потому что эти долги стоят существенно меньше, чем то, что по номиналу ляжет рано или поздно в конечном счете на бюджет местного органа власти, а в конечном счете и на республиканский бюджет, как мы это понимаем. А в чем смысл увеличение доли еще и такой ценой и в устойчивом непосредственном счете? Тут вопрос не в доле, а вопрос именно в том, что, ну, механизм контроля за. То есть, я так понимаю, что в ситуации, ну, скажем так, мягко, специфической политэкономической нашей ситуации по отношению к советскому хозяйству, когда мы же видим, что каждый раз, когда президент посещает какое-нибудь хозяйство, всегда из ЮУ звучит одна и та же фраза. Мне неважно, какое предприятие здесь, частное, там, государственное, еще какое-то, это все твои предприятия, ты за них отвечаешь. Соответственно, если указания доводятся до местных органов власти, ты обеспечен, а у тебя нет серьезных возможностей влияния, кроме как приехать поговорить, ну, это одно, а совсем другое дело, когда ты держишь еще и, как бы, долговые инструменты этого, как бы, предполагалось, что вот примерно так. Вот, то есть, по сути своей, вот тогда еще, говорю, два года назад был сделан в этой передаче вывод, что выглядит все именно так, что, во-первых, максимально оттянуть решение действительно по тем предприятиям, которые в конечном счете такие окажутся, бесполезно с ними что-то делать, а со всеми остальными вот как-то, значит, усилить за ними контроль за чем-то, ну, это, опять же, это же их мотивация. Вот, ну, и там, и, собственно, тут начинаются всякие детали по поводу поправок, там они не сильно важны, например, это имущество может передаваться, точнее, эти, как имущественный комплекс этих организаций может передаваться в аренду, там, за 5% от балансовой стоимости, предлагается сделать не 5, а 2,5, половины, ну, это все, как бы, мы понимаем, что это не качественное изменение, а количественное изменение, или, например, вот там есть в результате конкурсного производства продажа на, по конкурсу или на аукционе, и там предполагалась такая длительная процедура, сначала 20% понижения, 40, 60, 80, ну, вот они предлагают, слушайте, ну, как бы, если уже мы знаем, что там все плохо, давайте, а можно мы пропустим несколько предыдущих шагов, и, например, сразу начнем с 80, например, ну, потому что мы же знаем, что это ничем особым не закончится, вот, и там была, конечно же, вот эта, как сказать, норма, которая выдавалась в качестве такой совершенно передовой, а именно, суть ее заключалась в том, что если, там же для того, чтобы, как сказать, было принято решение местными органами власти и комиссиями по несостоятельству и банкротству о том, что эти предприятия входят в этот период, значит, нужно было разработать бизнес-план пятилетний, в течение которого показать, что в конце этого пятилетнего срока, значит, вы выйдете на устойчивую платежеспособность, ну, восстановите ее хотя бы, вот, и вот, соответственно, значит, по качестве такой, что ли, мотивирующей нормы предлагалось четверть акции, да, 25% плюс 1, вот этому самому управляющему, менеджменту, значит, по итогам этого управления, вот, а до этого еще была там возможность ее продажи, причем продажа как раз предполагалась дисконтом в зависимости от того, от того, сколько было убыточных лет за три предыдущих года, если один, то один дисконт, если там два, если все три, то, конечно, совсем другой, то есть дисконт к чему? к стоимости чистых активов этого предприятия, и там же было прописано, конечно, теоретически и практически, на самом деле, возможен случай, когда стоимость чистых активов окажется нет-то отрицательной, ну, и тогда однобазовая величина, ну, вот, как бы, вот, мы, конечно, понимаем, что этот пункт, он должен был бы применяться чаще, но почему-то пока этого всего нет, так вот я к чему, что, и вот представь себе, у тебя есть два варианта, значит, ты, как бы, менеджмент, да, у тебя есть возможность пять лет работать, по истечению пяти лет, значит, ты можешь бесплатно получить эти 25% от, опять же, стоимости, чистой стоимости активов, который, конечно, за это время может вырасти, либо в начале, как бы, купить там с огромным дисконтом это все, то есть, вот, вопрос, слава богу, что хоть бесплатно, потому что у нас же сначала были такие креативные идеи, помнишь, мы предоставим право, зачем нам приватизация, да, помнишь, это же было бы многократно, давайте пускай сначала инвестор поработает, а потом мы предоставим ему право его покупать, ну, как бы, подождите, если инвестор будет работать, он увеличит стоимость того, за что ему надо, ну, стоимость того имущества, которое он приобретать будет, ну, это же получается, как бы, с ног на голову поставленная совершенно ситуация, да, то есть, ты вначале покупаешь, что-то, ты не заинтересован в увеличении его стоимости вообще, это, как сказать, это полностью противоположен вообще самой идеей инвестирования, инвестируя, ты покупаешь какой-то актив, который приносит тебе будущий доход, а здесь наоборот, ты сначала, значит, увеличиваешь этот будущий доход, а потом, значит, покупаешь дороже, чем мог бы, то есть, этот результат твой показывается абсолютно отрицательным в этой операции с точки зрения безрискового, то есть, если актив окажется слишком плох, значит, смысла нет, а если слишком хорош, тебе его не продадут, то есть, очень узкая. Конечно, такая корова нужна самому. Вот, это то, что было по поводу этого самого указа 253-го, вот, и там же, кстати говоря, вот интересно читать был еще сопроводиловку, в которой было написано, что механизмы финансового оздоровления, в том числе, путем передачи на определенных условиях активов таких организаций эффективному собственнику. Ну, понятно, что продажа сразу кому-то, оно не может считаться передачей эффективному собственнику, а, потому что, ну, как ты поймешь заранее, что он будет эффективный? Никак. Да, то есть, очевидно, имелось в виду, вот это как раз, вот эти 25 плюс 1, но при этом некорректно говорить это об эффективном собственнике, когда ты являешься миноритарным акциям, у тебя доля чуть больше блокирующая. То есть, ну, скорее, как сказать, эффективному миноритарию, что ли, правильно было бы в этом смысле сказать. Да, так вот, и вот начинаются совещания. Значит, первое совещание проходит в Совмине по вопросам финансового оздоровления в октябре. Значит, внимание, на сегодняшний день не находит активного применения, предусмотренного указом 253, чем самым указом, новой инструментарии антикризисного управления, а именно, конвертация долгов кредитора в акции, замещение активов, привлечение третьих лиц. Надо же, вот как неожиданно, правда? Мы думали, очередь выстроиться. Да, 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 но мы-то знаем, что для того, чтобы брали акции, нужно, чтобы это было лучше, чем ничего. То есть, только в этом случае, значит, то есть, это к вопросу о том, какие же изменения нужно внести, для того, чтобы все-таки они на это согласились. Вот. По итогам рассмотрения этого вопроса поручено рассмотреть реализацию пилотного проекта на базе находящегося в санации районного унитарного секретного предприятия Мостовчанка по пошаговой отработке новых инструментов антикризисного управления и довести до заинтересованных соответствующие рекомендации. Больше я нигде не нашел про эту Мостовчанку. Ничего. Результатов этого уникального пилотного проекта по отработке новых инструментов антикризисного управления никаких неизвестно. Однако, что там предусмотрены льготы, преференции и так далее, вместе с тем объем предоставленной государственной поддержки в виде реактивации задолженности ограничивается наличием просроченных обязательств по текущим платежам. Поскольку рядом организация текущей платежи не обеспечивается, а значит право на господдержку утрачено, в целом задолженность за потребленные нагревесурсы реструктурирована только на 50% от заявленной суммы перед бюджетом на 44%. То есть еще раз, из списка предприятий 323, ну сейчас их меньше, там 280 с чем-то, потому что 40 их за это время просто ликвидированы как отдельное юрлицо, их либо слили, либо продали. Но изначально их было 323 в этом списке. Сначала было больше, а потом, значит, это те, которые процедуры досудебного оздоровления. Из них, то бишь, получается только 50%, а перед бюджетом еще меньше, значит, 40% по сути с небольшим способны осуществлять текущие платежи, не то что рассчитываться с долгами, текущие платежи. Это к вопросу о степени устойчивости финансовой неплатежеспособности этих предприятий. Ну вот да. И причем, что интересно, там же еще и говорилось, вот это, кстати, тоже очень интересный нюанс, о том, насколько эта неплатежеспособность региональная проблема. В Гродненской области реструктуризировано лишь 3% от заявленной задолженности. В Витебске 8%, в Брестской и Минской 7%, ну и в Гомельской и Могилевской 22-27%. Вот как бы о чем идет речь. Вот. Это, правда, тут же из этого делается вывод, что плохо работают губернаторы. Ну, конечно же, плохо работают губернаторы. Ну, понимаешь. Вот. Недостаточно уровней находится платежная дисциплина. Оказывается, они еще и уплачивают проценты по агентству по управлению активами, и там, хотя они и то небольшие, и то не смогли. То есть 75% только этих платежей было выполнено. Это за 9 месяцев 2017 года. То есть это октябрьское заседание президиума Совета Министров. Вот. Ну и дальше, конечно, представители поискового комитета должны понимать, и так далее, и так далее. Вот. Хуже всего ситуация по досудебному взрыву складывается в Толочинском и Карелическом районах. Организации, чьи бизнес-планы показали невозможность досудебного выхода на эффективную работу, комиссиями отправлены в антикризисное управление. И, кстати, по антикризисному управлению там тоже будут вопросы. То есть его сейчас планируется новым документом менять. По 100 сельскохозяйственным повышением сюда открытое конкурсное производство. Вот так вот. Значит, ну, цифры я тут не буду сильно мучать. Там они, что интересно, они все время плавают. То есть я по логике, ну, как бы, если бы эти механизмы были вполне себе работающие, пускай мы понимаем, что там есть, как бы, совершенно ходячие мертвецы, да, те, которые никогда не поднимутся и так далее. Но, то есть вот у нас есть, например, совещание октября, да, потом у нас будут это по итогам полугодия, потом будет совещание ноября по итогам там 9 месяцев, потом будет у нас, наконец, совещание свежее, вот и июля этого года. Казалось бы, то есть если бы механизм это работал, то количество предприятий, которые выходят на устойчивое какое-то существование, да, оно должно, как бы, постепенно, монотонно, что ли, хотя бы возрастать, так ведь? Ну, по логике. Нет ничего подобного, там довольно фруктуривающая такая штука. То есть те, которые восстановили платежеспособность, там действительно их число, значит, то растет, то упадет, в целом растет, а те, которые, значит, у которых ситуация не изменилась, ухудшилась, или те, которые улучшили ситуацию, она вот, ну, как бы... Так в итоге больше тех, кто устойчиво неплатежеспособен или неустойчиво платежеспособен все-таки? Вот смотри, давайте тогда, хорошо, давай тогда их назову. Значит, за первое полугодие 17-го года восстановили платежеспособность 32 организации, то есть 10 процентов. Улучшили 131, 40, значит, и 80 как бы не изменилось. Значит, 68 это те, которые хуже стало. То есть еще и хуже стало, да, да, да. Это 22 процента из всех, кому стало хуже. Значит, затем происходит уже ноябрь совещания, это уже доклад президенту. Значит, он там тут говорит о том, что что же за дело, что же такое, как же так, почему у нас неплатежеспособные предприятия, когда мне говорят во время уборочной, что цены сегодня приличные, это я цитирую на товары и продукты, которые мы производим, что позволяет нам держать рентабельность продаж от 15 до 80 процентов во время уборочной 17-го года. Вот, которые, кстати говоря, там же были и погодные неблагоприятные условия, из-за чего у нас там сейчас сезонность начинает как бы работать. То есть рентабельность продаж того, что производится от 15 до 80 процентов, и при этом 60 процентов... Выросло число тех. Ну, представляешь, да, как должна быть устроена экономика, какие должны быть долги огромные, которые не позволяют при такой рентабельности в итоге выходить в нет... Ну, тем более, что по прошлым-то долгам есть отсрочки и рассрочки. Вот именно. Так вот я к чему и говорю. Ну, ладно, окей, не 80 процентов, но 15 процентов, ну, явно же у вас не будет налоговой нагрузки. Ну, такого быть не может. Вот. Ой, господи, мой процентный. Процентных платежей. Вот. И вот уже 10 ноября. А вот, собственно, где порождается идея о том, что нужно эти поправки, значит, выносить. И вот тут новые цифры уже. Значит, 32 организации те же остались, которые улучшили. Значит... А, нет, подожди, это не тут надо смотреть. Это будет вот у Русова. У него будут новые цифры. 40 вместо 30, значит, 2 улучшили. Значит, 117. Точнее, которые восстановили. Восстановили, восстановили. Да, восстановили 40. 117 улучшили. Значит, а было 131. Ну, то бишь, вот как-то... Это, ну, то есть, это о чем идет речь? Это они балансируют на грани рентабельности, которая, вот, ну, как бы... Динамика неустойчивого положительного. Абсолютно, да. Причем это треть, на самом деле, от всех. Которые, вот, ну, зависят от дуновения ветра, там, их финансовое положение. Значит, 103 на прежнем уровне. И 47 ухудшили положение. Было 68. Ну, вот, как бы... Ну, тут понятно, тут уже 9 месяцев, тут они уже деньги за урожай начали получать. Ну, хотя бы так. Вот. И вот предлагается вот эта вот идея с 5 до 2% от балансовой стоимости снизить процентную ставку. Особый статус для предприятия, находящегося в процедуре банкротства или подпадающего на нее. Ну, опять же, про это про собственников. Все вот это вот, все это вот. Значит, и тут, внимание, значит, именно власть на местах, по мнению президента, в первую очередь, должна решать, каким образом организация будет проходить процедура выздоровления. Таким образом будет гарантировано сохранение производства и коллектива. То есть тут президент, как бы, как правильно сказать, то, что в МВФ называется, надо быть собственником своей программы. То есть она не ваша какая-то, вам навязанная, а она вам самонужна. Владельцы реформы. Да, вот. Так это вот примерно владелец этой идеи становится президент. Хотя, как я еще раз говорю, что по источникам не засуществить никакого доверия. Главным образом как раз местные органы власти на этом и настаивали, чтобы они это все решали. Вот. Но за то, как эта идея красиво была продана. Таким образом будет гарантировано сохранение производства и коллектива. На самом-то деле, конечно же, там не будет ничего никак не гарантированного несохранения производства и коллектива. А имеется в виду, что там будет постоянно присутствовать пункт, суть которого заключается в том, что непримерное требование главы государства заключается в сохранении профиля работы организации, обеспечении занятости работников, сохранении социальных обязательств. Ну, как мы уже говорили, часто это не совсем нормальное требование, потому что... Нечего сохранять и некого. Да. Ну, или чаще всего это оказывается, что, ну, к примеру, если у вас... Ну, вот что значит профиль работы организации? Я надеюсь, что все-таки, как бы, если они, например, занимаются жиротноводством, они же могут переключиться на растение водства? Черт его знает. Ну, наверное. Вот. Ну, потому что, или, скажем, была избыточная численность, сократить ее, да? А вот это, скорее всего, нет. И получается, что, если, например, бизнес-план показывает для того, чтобы эту способность восстановить, нужно уйти в более рентабельные сектора и нужно меньше сотрудников, значит, это, вероятнее всего, будет невозможно в силу того, что, как бы, нужно заниматься всем тем же, что привело вас к этому положению, как мы уже неоднократно... И с теми же людьми, да? Да, да, да. Тех же объемов. По поводу тех же людей, кстати, это очень интересный нюанс. Ну, там, правда, написано, что... Секунду, секунду, секунду. Вот именно. В указе 253-м там было написано про весь трудовой коллектив, что, значит, все договора сохраняются с ними. Все. Даже если это предприятие было, значит, в аренде, даже если это предприятие взято в аренду вот за эти 5%, даже если оно было куплено с этими вот понижающими коэффициентами и так далее, и так далее. И дальше, ну, как мы видели в сопроводилке, говорится, вот мы нашли эффективного собственника. А эффективному собственнику написано условие, оставляй всех на работе. Ну, так, подождите. Определение собственника что подразумевает? Что он... Эффективного, вы заметите. Да, что... Наем эффективного персонала. Да, 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 именно. Ну, как бы, да, это выглядит немножко абсурдно. И именно поэтому там, наконец, появляется идея о том, что, значит, арендатору или доверительному управляющему дано право в течение трех месяцев прекратить трудное отношение с руководителем, заместителем и главным бухгалтером. И в скобках. Новый менеджмент. Ну, то есть, новый менеджмент, это что, как раз, вот, какими словами и говорили эти самые инвесторы или новые эффективные собственники. Ну, что, ребята, ну, подожди, ну, как же так? С другими работниками трудовые отношения сохраняются. Ну, ладно, ну, хоть так. Ну, об этом же речь идет. Да, ну, то есть, вот, как бы, там-то понятно, что думали о простых рабочих, но в итоге под нее попал, под весь трудовой коллектив. Попали же и директора, и там, заместители, и все остальные. Вот. Значит, ну и дальше пошел, собственно, а, нет, пожалуй, еще немножко. Значит, так, позволяет максимально сохранить потенциал, безвозмездная передача. Нет, тут особо ничего интересного Михаил Русси не сказал. Да, так вот, значит, новый механизм, чего-то не хватало. Нужно, чтобы эти планы были заземлены, как обычно, да, чтобы никакая молния не попала. Вот. После того, как это совещание произошло, то есть нам-то показали только вступительное слово президента, которое все состояло из слов «объясните, надо ли, готовы выслушать всех». Ну, как это обычно делается? Там же, у нас же сейчас любое совещание по новому проекту, чего-то, оно так и выглядит. Вот вы принесли, а вы расскажите, для чего это нужно? Ну, как бы. Вот. Это к вопросу о том, что давно уже не исходит сверху, как бы, идей, а все идеи приносятся снизу, а там сверху происходит фильтрация. Надо, не надо, надо, не надо. Такой вот, как знаешь… Хорошая, плохая. Как в этом, как на конвейере отбраковка такой, значит. Да, вот. Вот, ряд механизмов. Подходим, собственно, к самому интересному. Кредиторам будет предоставлено право выбора. Наконец-то. Реструктуризация финансовой задолженности. Путем. И тут появляется целых четыре пути, не просто так. Казалось бы. Первый. Путем дополнительного выпуска акций сельхозорганизации на сумму задолженности перед кредитором с последующим передачей к собственности кредиторов. Предоставление отсрочки. Вот. На три года с последующей рассрочкой на пять лет. Это второй пункт. Кредитору предоставлено право предоставлять отсрочку на три года с последующей рассрочкой на 5 лет при условии осуществления текущих платежей. Мы уже знаем, как там с текущими платежами. Половина только способна. Ну, ладно. Третье соглашение, по степени привлекательности, как они идут. Третье соглашение, еще более привлекательное. Соглашение с кредиторами об изменении порядка исполнения денежного обязательства. Мировое соглашение. Всем прощаю. Да. И четвертое. Вот это самые больше всех вызвавшие вопросы. Миссия обл. распакованных ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти. Или передачи в ОАО агентства по управлению активов по решению главы государства. Казалось бы, все одна другой краши для кредитора. Даже не зная, что вы... Даже не зная по решению с главой государства. Да. Вот. Просто можно сказать, даже не зная, что выбрать. Ну ладно, пускай четвертое, там, как-то такой, скорее, более теоретический вариант находится. Потому что, ну, во-первых, тут даже вопрос не в решении главы государства. Мы же знаем, что, как нам объяснял Ксения Малович, что, в общем, как бы мы бы с радостью, но денег нет. Денег нет. Ну, то есть, как бы, а проблема в том, что, как сказать, параметры долга местных органов власти, вот этих лусплакомов, они уже, почти у всех уже за уровнем установленным предельной экономической безопасности. То есть, там, собственно говоря, у них возможности набирать нет. Поэтому, спасибо, что такая возможность прописана. Поэтому слишком часто беспокоить президента не будет. явно. Там просто нет... То есть, кому-то, видимо, все-таки очень надо все-таки этот долгий получить, и поэтому такой... По отдельному решению кто-то, видимо, это все-таки сделает. Пробил себе такие возможности. Да, но массово, несомненно, это... Ну, то есть, это, как сказать, это долги, у кого надо долги. Да. Вот. И вот теперь самое важное. А вам же предоставлена возможность? А вдруг вы откажетесь выбирать? Это же тоже есть выбор такой, да? Он скажет, я вот не хочу. Что-то мне не нравится меню, которое вы мне принесли в комплексном обеде. Спасибо, я не голод. Дайте мне основное меню, как бы. Я готов больше заплатить, но там выбор будет побольше. Говорит, нет. При недостижении согласия с кредиторами, ну, то бишь, вот не говоришь, я не хочу вот этот комплексный обед номер один, там, или два, или три. При недостижении согласия с кредитором и наличии результативного бизнес-плана, фуровка гениальная. Да, да, да. Наличии результативного бизнес-плана. Он результативным, простите, через пять лет станет. И то... С большим вопросом. Да, с неопределенной степенью вероятности, как бы. Но мы-то уже знаем, что он результативный. И, несомненно, я уверен, что все, на этом этапе, все сто процентов бизнес-планов будут результативны. Я думаю, что... Слушай, и то косяки будут. За исключением, опять же, тех бизнес-планов, кому надо бизнес-планы, потому что, как мы знаем по продолжающему действию к 253-му указу, если бизнес-планы показывают, что невозможно восстановить, то тогда они проходят процедуру банкротства. Ну, то есть, если кому-то нужно, то и такое возможно. Но, тем не менее. Так вот, принцип недостижения согласия с кредиторами применяется срочка на три года с последующей рассрочкой на пять лет. Самая выгодная опция. То есть, если вы не выбрали ничего из комплексного обеда, мы вам дадим тот самый, который для ресторана, то есть для этого самого... Самый дешевый. А для вас самый вкусный. Да, вот как бы... Нормально, да? То есть, смотри, как красиво. Это называется сильная перебиворная позиция. Абсолютно. Больше того, я бы даже сказал, что это в некоторой степени применение абсолютно, как сказать, самых передовых рекомендаций поведенческой психологии, которые так любит наш общий знакомый Виктор Прокопенко. А именно в одной из первых книг, посвященной практическому применению вот этой теории поведенческой психологии для изменения поведения людей, которая называлась Начо. Кассен Санстина, там у него был савтор, я забыл его фамилию, к сожалению, я читал ее еще тогда, когда она вызвала. Ну, Начо это по-русски очень сложно перевести, это... Вот, чтобы было понятно, вот, знаешь, есть такая игра, вот, пинбол, да, такой электрический. Там стол сильно шатать нельзя, потому что там стоят ртутные такие эти вещи, и у тебя тогда блокируются все эти флипперы, и шарик просто падает. Но чуть-чуть подталкивать можно. Сильно толкать нельзя, но чуть-чуть можно. Ну, и многие это делают вот, значит, таким характерным движением, значит, вот, бедрами его толкает этот столик. Вот, и вот это называется, значит, то есть легкое такое подталкивание. И вот, ну, как бы в этом шла идея, что это не насилие, это не диктатура, это такое легкое подталкивание. С помощью чего? А именно, чаще всего там предлагалось выбор дефолта. Ну, то есть, давайте выберем, сделаем так, чтобы, если человек ничего не выбирает, то дефолт будет самый полезный для него. Ну, например, там, он будет, ему дадим мы в меню не в комплексном обеде не кока-колу, который лошадиный запас сахара, да, а какой-нибудь там сок там свежевыжатый. Ну, как бы он дороже, но зато полезнее. Вот. То же самое и тут. Сделали ту же самую идею включения вот этого дефолтного выбора, по мнению разработчиков, самое полезное для для инвестора, для инвестора, да, для всех. В общем, для всех самое полезное выбор. то есть, заметь, как меняется логика уже, значит, указа 253. По указу 253, он, посмотри, не работает, не хотят негодяи в долги конвертировать, в акции. Ну, потому что, как бы, зачем? Ну, то есть, особенно банкам. Ну, как бы, в свое время у нас же у банков были... Избавлялись от непрочих активов. А потом, то есть, это же длительный период был, не знали, что с ними делать довольно долго. Вот, причем, ладно, как бы, там, к тому-то времени, там же чаще всего уже были действительно хорошие предприятия, ну, потому что... Ну, так взялись по неволе. Да, по неволе, но пришлось, как бы, за долго, за столько-то лет. То есть, получается, что избавились от того, что сами делали хорошее, а теперь вернуться в качестве собственности может всякая, ну, вот такая интересная вот операция. Такая вот интересная операция по, ну, как сказать, по кругообороту, значит, акций и сохозяйственных предприятий на балансе банков. Вот. Такая ирония истории в некотором смысле. Вот. Ну, при отсутствии результативного бизнес-плана... Сойдет любой. Нет, применяется решение на следовательности дальнейшего функционирования. Ну, направлением суд в общий установленный порядок. На период финансового оздоровления восемь лет по аналогии с периодом проведения национации. О чем я говорил? Восемь лет! Да за это время или и шаг, или поди шаг уже сдохнет. Или и шаг, и поди шаг. И, возможно, даже оба. То есть, как бы восемь лет период финансового оздоровления. Ну, правильно, потому что вот тебе три года отсрочки, вот тебе пять лет рассрочки. Вот тебе и восемь лет финансового оздоровления. И причем мы же понимаем прекрасно, что даже по истечении этих восьми лет ничего не гарантируется даже при наличии результативного бизнес-плана. Вот. Приостанавливается начисление процентов, неустойки, пеней, за исключением процентов банков и агентства по управлению активом. При этом банки вправе снизить действующую процентную ставку до полутора процентов. Позволили им. Ну, то есть, и чтобы совсем уже как бы инсентивизировать, не хочется говорить слово принудить, поэтому я буду использовать такой, знаешь, как это операция принуждения к миру, так тут операция принуждения к финансовому оздоровлению. Кредиторы при конвертации задолженности сельхозорганизаций в акции получат право передачи их в доверительное управление в райисполком или в коммунальную собственность административно-территориальной единстве на безвозмездной основе. Какая привлекательная возможность появляется у кредиторов, конвертировавших долги в акции? Слушай, привлекательнее было бы только возможность присесть за саботирование нормы этого указа. Ну, там, правда, не прописана почему-то ответственности кредиторов до конца. Я думаю, что это будет следующая поправка. Я думаю, что итерация уже 3-0, она, скорее всего, это введет, потому что, ну, то есть, смотри, как меняется тональность, я же вот говорю, почему важен контекст. Слушай, изначале у нас такой был бесконтактный вид спорта, потом немножко контактный, а на следующем просто, по-моему, по лицу стукнут. А я считаю, что уже до конца приказать надо. Абсолютно. Именем революции прощайте долги. Я думаю, что банки вздохнули бы с облегчением. И вот я не знаю, кстати говоря. Там же... Ну, все к этому идет. понимаешь, там же, вообще говоря, я, кстати, не уверен, что там уже так сильно много у банков-то осталось, да, то есть, там уже, опять же, то есть, как бы, такое разовое прощение для всех банков, но это, в общем, как бы, не очень-то хорошо скажется на их капитале, как минимум, ну, и всем остальном. А мы-то знаем, что у нас еще со времен девальвации и прочей всей этой вот, как бы, истории с, да, 14-15-го года у них так, положение, вот они благодаря, мы знаем кому, лишний раз не будем говорить, человеку, который, я считаю, претендует на, как это, на орден героя Белоруссии, вот, это абсолютно точно, восстановили, наконец, они системную устойчивость всего банковского сектора, вот давайте, значит, вот, то есть, еще раз, сначала все, было действительно очень ласково, то есть, мы предлагаем вам добровольно подумать о том, как помочь, если вы чувствуете в себе сельхоз талант, например, возьмите, банкир, можно же такое быть, вот сидит он себе в банке, а мечтает, на самом деле, в этих обычках, там, племенном, животноводстве, и в элитном молоке, на пружанский, или должник с его малой родиной, допустим, он чувствует в себе потребность, особенно, если малая родина, особенно сейчас, вот, вот, и там же, говорю еще раз, государство само говорило, что да и мы, и мы же тоже, и мы же со всей стороны, как бы да, то есть, мы же не будем вас душить, если вы там сами рассрочку или отсрочку выводите, мы тоже готовы это все сделать, ну, конечно же, предполагалось, вот этот механизм секьюритизации, как сейчас принято говорить, есть, да, то есть, превращение долгов в собственность, вот, про него уже многократно говорим, и уже сто раз объясняли, почему эта вероятность его использования мала, то есть, почему, собственно, секьюритизация интереснее превращение этого дела в финансовый инструмент, чем, собственно, в прямые, по сути, это же получается прямые инвестиции вместо кредитования, да, то есть, и ты становишься совладельцем, и у тебя уже голова начинает болеть за текущее управление, этим предприятием, далеко не каждый это знает и понимает, вот, то уже итерация номер два, она уже другая, она говорит, так, мы понимаем, что вам не очень этого хочется, но тогда мы предоставляем вам остальные опции одна другой краше, если не соглашаетесь, то будет самая интересная опция для вас, да, то бишь, именно уже, ну, тогда будете предоставлять рассрочку, вот, и особенно, как я уже сказал, в качестве, вот это, ну, во-первых, тут четко видны уши, как я уже говорил, вот этих самых интересов местных органов власти, конечно, мало того, что, то есть, первый вариант давал им механизм контроля, пускай косвенного, и, там, возможности вмешиваться в текущую хозяйственную деятельность, на управление, то здесь, пожалуйста, напрямую, в доведительное управление, на безвозмездной основе, ну, мы же понимаем прекрасно, что никто, кроме райисполкомов или коммунальщиков, справиться с доверительным управлением, с устойчивыми неплатежными предприятиями на безвозмездной основе, как бы, не сможет, правда же, ну, как бы, то есть, идея-то была в поиске эффективного собственника, а он-то, оказывается, был под носом, это и были райисполкомы и исполкомы, ну, видимо, общавшись в процессе разработки, выяснилось, что они чувствуют себя в силы, как бы, при условии, естественно, успешного бизнес-плана, при условии успешного бизнес-плана, я бы согласился, вот, ну, и там снова про эти 25 процентов и так далее, и так далее, вот, ну, и, разумеется, на представителя райисполкома возложено и так далее, обеспечить разработку реализацию эффективного бизнес-плана, ну, то бишь, вот, они же разработали, им же собственности передали, да, все, как бы, зачем тут, собственно, кредитор, ну, как, для чего, для того, чтобы согласиться на это все, ну, как бы, вся его функция заключается в том, что, а иначе, отсрочка, рассрочка, но 8 лет, как санация, вот, и уже так совсем, чтобы, так называются, добить восстанцем, интервью, собственно, министра сельского хозяйства, вот, вот уже свежие данные, да, 48 восстановили платежеспособность, 78 улучшили, 118 не изменилось, то есть, заметьте, растет число первых, падает число улучшивших, да, а эти постоянно болтаются вблизи вот сотни с чем-то, ну, то бишь, льготы, предусмотренные для них указом 10.53 сохраняются, восстановившие платежеспособность будут выведены из списка по здравлению, то бишь, это означает, ну, льготы для них сохраняются, видишь, как красиво, то есть, у нас был больной, который без, там, реанимационных, реанимационных мероприятий, как бы, иначе бы умер, вот мы им подключили к нему искусственную почку, аппарат искусственного дыхания и так далее, и вот у него сердце заработало, да, значит, что там еще, кровообращение самостоятельное, там, дышит тоже вроде бы сам уже без трубки, но эти льготы мы для него сохраняем, мало ли, все же может случиться в любой момент, то есть, вот он такой здоровый человек, который с собой постоянно ездит, ну, возит вот эти, главное его исключить из этой отчетности, да, что он уже стал здоровым, но на всякий случай он все равно подключен ко всем этим аппаратам, значит, спрашивают, какие подходы в нем намечается применить для улучшения дела, значит, ну, полномочия передаются представителям располковок, я говорю, с открытым текстом, первый же ответ, полномочия, их роль значительно возрастет, под личный контроль, должны взять работу проблемных хозяйств, чаще там бывать и принимать необходимые решения, ну, как это вообще? Слушай, я не очень понимаю, хорошо, если в районе таких хозяйств несколько, и мы их все отдадим, нет, ну, конечно, есть надежда на сидельцев, которые выйдут и... Ну, особенно, если это Витебская область, которые 2% только, значит, сумели реструктуризировать эту задолженность, ну, как бы, то есть, там будут десятки, ну, на самом-то деле, в общем-то. Ну, даже если их там не десяток, а пять, это все равно очень много. То есть, чем... Тут вопрос даже, как бы, не то, что останется свободное время для чего-то еще у представителей исполкома, хватит ли у него вообще этого времени, на эти хозяйства. Ну, вот, как бы, ладно. Разработаны бизнес-планы, которые предстоит защитить на комиссии по предупреждению экономической несостоятельности банкротства. Ну, конечно же, это, несомненно, очень хорошая защита от дурака. Мы же помним, как у нас во время модернизации трижды защищались бизнес-планы. Сначала на уровне местных органов власти, потом на уровне отраслевого министерства и концерна, а потом на уровне Совмина. И сколько из них оказалось, как принято говорить... А потом пришел банк развития. Результативным, да, и разогнал всех. Да. Да. Вот. Он должен быть реалистичным, позволяющим со временем выйти на показатели, обеспечивающие восстановление платежеспособности хозяйства. То есть, мне кажется, что тут нужно было ставить не запятую, а слово или. Реалистичным или. Ну, ладно. Ну, отсрочка, обмен долгов, мировое соглашение. Сразу напрашивается вопрос. Вбьет в точку журналист. Любой кредитор захочет получить акции успешного сельхозпредприятия, которые принесут деньги. А какой смысл брать ценные бумаги, слабого хозяйства, за которым ничего не стоит? Ну, он за его просто каверзный, черт возьми. И он-то находится, ну, в сердцевине, в общем-то, всего этого обсуждаемого. Так дешево же. И можно же из него конфету сделать. По действующему законодательству сельхозпредприятия не могут рассчитываться за долги техникой или скотом. Это, кстати, вопрос о том, почему будет изменяться порядок конкурсного производства. Потому что наши конкурсные управляющие, главным образом, они же привыкли разбираться с предприятиями из реального сектора или что-то еще. То есть, понятно, что можно, там же смысл какой? Вводится защитный период, текущие платежи, кредиторы, все, выстраиваются все в очередь, сукиные дети, хочется сказать. Естественно, первым делом будут налоги, зарплата, платежи в бюджет и потом только, значит, кредиторы, банки. Акционеры вообще будут, собственно, ничего им. Ну и там начинается что? Поиск имущества, оценка его, выставление на торги. То есть, тут как-то понятно. А, ну действительно, министр прав, как ты его? Ты же не продашь там коров по отдельности там на аукционе или что-то там еще. Вот. Или там технику эту, то есть, как бы так не получится. В этом случае ценные бумаги лучше, чем ничего. Вот, собственно, откуда журналист взял заголовок. У кредитора появляется шанс со временем, когда предприятие обретет предиспособность, он сможет постепенно через дивиденды вернуть свои долги. Внимание! Ну, во-первых, никогда... Секундочку, секундочку, секундочку. Внимание! Еще раз. Вот так незаметно путем... Знаешь, как вот есть такая игра, когда ты берешь слово, из него надо изменением одной буквы, каждый раз, получая новые слова, прийти к какому-то другому, совершенно новому слову. Так вот, такое ощущение, что мы вот занимаемся вот этой вот игрой. Изначальная идея была, вообще-то, в том, чтобы дать шанс сельхозяйственным предприятиям. Но нет, к чему мы пришли путем последовательного изменения одной буквы, каждый раз у кредитора появляется шанс. Причем, когда выйдет на те же способности, а не если выйдет на те же способности, заметите. Ну, 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 да. Ну, шанс когда? то есть, как бы, имеется... Ну, в общем, никогда, скажем честно. Слово шанс, как бы, здесь ключевое, но еще раз, шанс не для предприятия, шанс для кредитора. Скажите спасибо, что, то есть, переводя на нормальный русский язык, шанс лучше, чем ничего. Вот, как бы, собственно, каков разговор... Суперлато. Да, примерно. Так, нет, суперлато, извини меня, там хотя бы, как сказать, выплата 50% в среднем от... Абсолютно там математический все-таки шанс твой, да? Нет, нет, там фокус очень простой, то есть, как бы, от всех собранных денег 50% призовой фонд, то есть, математическое ожидание 50%, ты с каждого рубля будешь стрелять 50 копеек, ну, в долгосрочной перспективе. Там хотя бы понятно, каков твой шанс. Он 50 на 50, ну, как бы. А тут, как бы, даже оценить это невозможно. Вот, если решение всех проблем продолжает быть в точку журналистов, возложено на местные органы власти, и в частности, на председателей райисполкомов, то какой будет роль антикризисных управляющих? На самом деле, тут не надо было говорить ни какая будет роль антикризисных управляющих. В конечном счете, а какая тогда роль собственника? Ну, мы-то знаем, какая роль. Его задача страдать, предоставлять отсрочку, выбрать способ страдания. И отдавать. То есть, вот, как бы, да, то есть, ну, тут понятно, поэтому с этим мы уже разобрались, какая роль антикризисных, их при новом подходе не будет. Ну, и правильно, действительно, вот, наконец-то, собственно, как бы, значит, поэтому, в праве решать, кому этим заниматься, действующему руководителю или новому. Ну, как бы, задача такая вот стоит. Вот. Передача хозяйств в доверительное управление. Значит, потому что, например, объединение, скажем, предприятий, связано с риском, нужно брать на себя чужие обязательства. А в доверительное управление переходит ведение соседа без долгов. Вот, как бы, так все удобно. А потом, как бы, значит, успешное предприятие помогает проблемам, более эффективно вести производство, увеличить доходы, прибыль, и за счет дополнительных, дополнительных денег, дополнительных к чему? К нулю. Ну, как бы, видимо, рассчитываться с долгами. И, наконец, продолжает добивать журналист-министра. А если в районе не найдется желающего взять доверительное управление? На этот случай, для помощи непосредственным хозяйствам, областные районные исполнительные комитеты будут создавать специальные финансовые фонды. Из них деньги будут поступать на запчасти, топливо, минеральное удобрение и так далее. Подождите, ну мы же, пожалуй, с этого начинали. Мы с этого начинали сельское свое хозяйство. Только, ну, как бы, теперь те же фонды, только вид сбоку. Ну, будут они специальными, раньше они были не специальные, но все равно это были бюджетные деньги. Ну, то есть, тот способ, которым мы и получили все эти долги, в общем-то, у сельхозпроектов. Да, но теперь, опять же, следите за руками, как любит Гритт Малишевский. То есть, мы начали с этой практики, мы получили неплательственное предприятие, мы выстраиваем какую-то длинную, хитрую цепочку, в которой мы пытаемся кого-то заставить, кто-то хочет себе, значит, в управление, что-то еще, еще, еще. И в конце рисуется тоже, ну, как бы, приходим в тот же путь. Помнишь, как в этом клапке с журами? Мы эту булочку помним. Мы тут ее уже проходили, понимаешь? Но, а знаешь, что изменяется? Но с обязательным возвратом после реализации произведенной продукции этих средств. Ну, понятно же, что если раньше они не возвращали, то когда эти фонды станут специальными, конечно же, возврат будет обязательно. вот, собственно, и все интервью, если очень коротко. Ну, собственно, вполне честно, и все. Надо отдать должное журналисту, он последовательно все вопросы как бы задал, и, в общем... И министр вполне честно ответил. Ну, по большому счету, я даже не уверен, что оба из них поняли, что же в итоге получилось, как бы, ну, из того, что они сказали. Но получилось, вообще говоря, какая-то довольно ужасная штука, если честно. Вот. Какие выводы можно из этого всего сделать? Ну, во-первых, как сказать, поможет ли, улучшит ли это вот всю эту ситуацию? Ну, наверное, какое-то количество кредиторов вынуждено будет на что-то согласиться. То есть, можно будет это отрапортовать о том, что проконвертировали долги в долю собственности. Улучшится от этого положение этих предприятий? Почему? Нет. Ну, как бы, от них-то ничего не изменилось. Ну, кто-то, может быть, действительно, будет, как это сказать, будет принужден к восьмилетнему периоду отсрочки-рассрочки. Ну, потому что пять лет рассрочки через три года, это все-таки, как меткому выражению министра сельского хозяйства, лучше, чем ничего. Ну, тоже, в общем, как бы, да? Вот. Но, опять же, уже то, что подстелена соломка в виде специальных фондов на случай, если, как бы, желающих не будет, говорит о том, что все сведется к тому, что вот порядка полудесятка, восьмидесяти, еще сколько вот этих предприятий, которые восстановили свою приспособность, по всей видимости, это и те, кто могли только это сделать. Остальные, вот, ну, как бы, коля нуля, что называется, выныривая, да, как тонущим барахтается, он периодически высовывает голову для того, чтобы судорожно схватить воздух, снова погружается, и вот примерно вот, как бы в этом вот состоянии находится. Вот. Но, опять же, ничего же не сказано, что делать с этими всеми остальными. Ну, как бы, ликвидировать же в конечном счете придется, да, вот. Потому что альтернатива в виде для них будут создаваться специальные фонды из бюджета, которые будут за них платить, за то, что они не могут рассчитаться, это мы уже проходили. Вот. В общем, как бы, а в конечном счете проблема в чем? Вот почему сельское хозяйство такое особенное, в отличие от всех остальных? Ведь на самом-то деле, в общем-то, я думаю, что нашлись бы инвесторы, в общем-то. Ну, если бы действительно не было бы, ну, там можно много поставить вопросов относительно того, что, конечно, существуют страновые риски в виде, ну, например, фразы, сегодня на этом предприятии нет собственника, это ваше предприятие. Ну, например, вот такой внезапный, вот такой, ты понимаешь, про что я говорила? Да, то есть такое же может быть. Ну, или, например, это для детей, поэтому это государственное, вот, в виде конфеток, там, шоколадок или чего-то еще. Это мы сейчас, как бы, не затрагиваем. Но тут же есть еще один важный политический аспект, то есть продажа их, кто может стать, в настоящий момент, кто обладает большими деньгами и опытом, и возможностями эти предприятия, там сказать, купить и пытаться их поднимать. Главным образом, это все-таки русский капитал. А это вопрос, как у нас говорят сейчас, национальной безопасности, продовольственной там и прочее, и все дела, особенно с учетом того, что именно в сельхозяйственной сфере у нас, я так понимаю, что велотекущая холодная молочная война, начиная, мы готовимся уже к горячей молочной войне, да, то есть на этом фоне понятно, что такие вещи просто невозможны. Вот, и получается, что сельское хозяйство из всех остальных отраслей находится в уникальном положении. С одной стороны, мы не можем признать, что завели это все в тупик, хотя, по сути, уже признали, да, о том, что надо же что-то, что-то придумать же надо, говорит президент. Мы же все реализовали, все планы по АПК, а теперь надо что-то новое придумать. Не причесанных идей надо, да. Да. Вот. А с другой стороны, как бы, понимаешь, как-то нам после фраз, что, значит, мы сохранили крупные промышленные предприятия, не распродали их, как это, барину или кому-то, ну, часть, помнишь, да, там же было, да, на помещика, на помещика даже. Вы же не будете работать, вдруг внезапно окажется, что, что как бы сохранили только для того, чтобы примерно половину из них, значит, уничтожить, да, то есть, ну, как бы, тоже не очень хороший вывод получается. Вот, поэтому в этой вот осле есть очень серьезные политические ограничения, в рамках которых экономического решения этого вопроса почему-то не находится. ну, вот, знаешь, бывает такое вот в математике, есть понятие, вот, есть у тебя кривая, да, где, как бы, корень это то, где она пересекает, у пересекает ноль, да, и есть область определения, это вот отрезок иксов, на которых, значит, нужно искать решение. Вот иногда бывает, что вот он, корень находится не там, где, вот примерно в этой математической ситуации мы сейчас вот где-то и находимся. Вот. В общем, какой вывод из этого можно сделать, я уже заканчиваю, в принципе, еще много было всяких, но мы потом оставимся. Вот. О том, что, как бы, с высокой степенью вероятности мы увидим и еще один документ, за который президент скажет, ну, так, подождите, теперь-то уж они точно все должны были. Окончательная, фактическая бумажка, броня просто должна быть уже, ну, после всех таких итераций. Это же, ну, как бы грамотно все, мы же привыкли, что у нас законодательство работает как разработка программного обеспечения. Мы же IT-страна, да, выпускается бета-версия, тестируется на всем населении, потом вносятся патчики, поправки, значит, и так далее, и так далее. То есть, выпускается сначала минимум viable product, да, MVP, а потом уже, значит, доводится до ума, мы все бета-тестеры. Ну, вот, как бы, похоже, что так это все и работает. Вот. Но направление, еще раз говорю, вот, если еще, внимательно смотреть за контент, мы видим постепенно, суть этих изменений, постепенное принуждение кредиторов, да, и, еще раз говорю, и вместо того, чтобы идее, значит, как сказать, дать шанс предприятиям, теперь мы даем шанс кредиторам. Вот так вот это все довольно забавно получилось. Вот на этой юмористической ноте, да, закончим 322-ю передачу экономика на пальцах. Ольга Лойко, мы снова в строю в экономический образователь портала Тутбай. И независимый аналитик Сергей Чалой. И до следующих недель. Спасибо, что были с нами больше часа. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok